Здравия вас победа! Поступать на движение получается. Поржение, вертание, поржение. Победа, вертание. Дальше будет получше? Будем надеяться, что будем в основное время выигрывать постоянно. Немножко про матч расскажите. Как вам казалось, сложно, не сложно, очень опасливо что ли играть? Старались активно, мне кажется, и было видно, что мы владели преимуществом. Много шайбы играли, в давлении постоянно играли активно. Были хорошие моменты, даже некоторые ребята, такие моменты хорошие были, не получилось забить. Но хорошо, что получилось выиграть в итоге два очка здесь. Один из тренингов в Туббилист сказал, что главное не терпеть. Что было главное? Ну, для нас тоже. Нам иногда не хватает немного терпения. Мы вроде владеем преимуществом, и потом немножко у нас бывают какие-то моменты, когда, может, немножко... Ну, может, то ли расслабление, то ли что, и немного как... Отдаем инициативу, может быть, и потом нам приходится возвращаться в игру. Отпустил немного после того, что врача его было забитым? Ну, вполне отпустил. То, что проигрывали. Ну, конечно, да. Все как бы довольны, что выиграли наконец. Нужно дальше продолжать в том духе. Первую встречу уступили 2-5 в Екатеринбурге. Вот какие выводы были сделаны, то, что не хотелось сегодня повторить? Да, ну, давно уже было эта игра, если честно. Но так, видео где-то посмотрели, как мы играли с ними. Ну, не только с ними, а прошлые игры тоже. Где-то ошибки наши разобрали. В принципе, так примерно знали, как играть было. С Павел немножко пообщались? С кем? Ну, пока не успел. Не знаю, сейчас время будет, если. Вопрос не по игре, но по хоккею. В Петербурге должен появиться дворец новых хоккей, здоровый, на 1020. Вот вам, как хоккеисту, был интересно на такого уровня арене выступать? Конечно, это, я думаю, круто было бы, если бы на такой стадионе поиграть. Мы все ждем, да, что он будет. Будем надеяться, что болельщики запомнят его до отказа. И будет там супер-меч проводиться.